Для многих жителей Бартангской долины утро начинается с заготовки дров. Иногда на это может уйти весь день, а то и больше. Постоянное электричество здесь есть лишь в некоторых кишлаках за счет мини-гэс, но и электроэнергия от этих гэс не рассчитана на работу теплообогревателей. Поэтому запасаться дровами нужно задолго до холодов. Даже за обычным хворостом жителям некоторых сел Бартангской долины приходится преодолевать не один десяток километров. Чтобы скопить стакан воды, мы должны ехать где-то 30-35 километров, а иногда с ночевкой. Чтобы раздробить только самородины или шповника, или других видов. Есть там некоторые кустарники, но это тоже не осталось, сейчас нету их. Для заготовки дров жители либо отправляются пешком, или же, скинувшись, нанимают одну машину. Однако при цене в 10 самоний за литр бензина и больших расстояний, которые приходится преодолевать, одна такая машина обходится до 2000 самоний за раз. Кроме дров, другая проблема в Бартангской долине – электроэнергия. Мини-ГЭС есть далеко не во всех кишлаках, поэтому местные жители все больше используют солнечные панели. У нас даже нет места, чтобы построить малый ГЭС. В домах используем вот эти солнечные панели, они нам доставались гуманитарной помощью от президента. Они только для освещения ламп. К этой панели каждая семья покупает преобразователь. Преобразователь нужна, чтобы смотреть телевизор. Благодаря солнечным фотопанелям в некоторых кишлаках Бартангской долины есть освещение ночью. В некоторых школах стали проводиться уроки информатики. За счет солнца работает и единственное средство связи с внешним миром – радиорубки. Энергию солнца здесь используют и для выращивания овощей. В кишлаках Бартангской долины можно встретить теплицы, в которых местные жители получают до 3 урожая в год. Жители Бартангской долины решают свои проблемы сами и сообща. Пытаются ремонтировать мини-гэс, вместе собирают урожай, заготавливают трава. Они не собираются покидать свою землю. Этот наш уголок, если по правде говорят, это забытие Бога Милы Дни. Мы по своему географическому расположению очень удобнее для себя. А для чиновников и советских времен, и нынешних времен мы очень удобнее. Потому что спрятаны мы. У нас ни дороги, ни связи. Мы должны сами себе все делать. Опа! 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 Продолжение следует...